Я Циретилов Мухтар Магомедович. Я Циретилова Мария Магомедовна. Я Циретилов Ибрагим Магомедович. Находимся в городе Калининград. Мы заперлись от мамы. В квартире. Почему заперлись? Потому что нас никто не слышит. Мы вызываем ПДН, им всё равно на нас. Кононова Светлана приходила и мы ей сказали, что мама называла нас свиньями и куском ковна, который высрала. Она сказала, что правильно, что назвала вас так. Вы так и выглядите. Она пугала нас тем, что мы не сможем выйти отсюда, из Калининграда, и будем здесь всё время. И нас бабушка с дедушкой не спасут. Ещё я говорил, если я попытаюсь забрать моего брата и сестру, хотя я их не пытаюсь, они сами хотят бабушке и дедушке жить. Она угрожает мне, что посадит в тюрьму и Мариямку Ибрагима не отдаст и оставит маму навсегда. Они защищают нашу маму. Нас никто не слушает. Ни ПДН, ни службы спасения. Никто. Мы просим помощи, мы не знаем, что делать. Мы хотим жить в Дагестане со всей нашей полноценной семьей. Они здесь, а не без никого. С мамиными подругами, алкашами-подругами, которые приносят всякие плохие леденцы. С половым органом. Мать приносила, сувала моей сестре рот леденец с половым органом и смеялась после этого. Мы голодные остаемся. Нас не кормят. Мама нормально. Она за нами не ухаживает. Ей все равно на нас. Холодильник пустой практически бывает. Я когда приходил в сообществе... Нам здесь плохо. Мы хотим к бабушке и дедушке, где нас любят и кормят. Когда я приходил в сообществе, я видел то, что дома полный срач был. То, что все было не убрано. То, что оставались остатки еды в кастрюлях. То, что она уже гнила, воняла. И мать говорила, иди купи пельмени. Мы за все это в последнее время только питались магазинными пельменями. И больше ничем ненормальным не питались. Мы просим помощи у всех, кто нам может помочь. И мы очень устали. И мы хотим домой, к нашим всем нашим родственникам, жить с ними спокойно и мирно. Мама забрала нас отманом в Калининград. Она обещала, что будет не оставить нас. Но, как видите, она нас оставила. Она отманула на всех и теперь мучая. И мы мучаемся здесь. И просим ее, чтобы она отвезла нас с родственника. Она запрещает нам с ними общаться. Она говорит, что вы будете здесь и делать то, что я хочу. Она угрожает нам. То, что если мы связываем с родственниками, то она нас заберет, заберет телефоны. И будет только заставлять видеться. Посмотрите же, до чего довели те люди, которые прикрывались заботой о детях. И которые защищали эту женщину, о которой все ясно было еще тогда. И все видео с ее развратом, с ее неадекватностью были еще тогда. Но такие, как Горянка, такие, как Анохина, защищали ее. И привели к тому, что дети оказались вот с этой женщиной. И это плоды их работы. То, что дети на грани самоубийства. Продолжение следует...